Николай Свечин. В отсутствие начальства. Автор благодарит Юрия Шорина за помощь в исправлении исторических неточностей. Глава первая. Бегство из Лемберга. Штабс-капитан Павел Лыков-Нефедьев сидел на стопке газет и старался не шевелиться. Самое время было вспомнить уроки отца, умевшего часами обходиться без движения. Папаша не смог воспитать из отпрыска такого же пластуна, как он сам, но кое-какие навыки привил. Теперь Павлу пришлось их вспомнить. Впервые в жизни. Штабс-капитан должен был встретиться на Лычаковском кладбище в Лемберге с агентом-маршрутником и получить от него очень важное донесение. Подпоручик Яцевич, офицер разведывательного отделения штаба Варшавского военного округа, вез сведения о польской организации «Союз активной борьбы». Его создал небезызвестный Йозеф Пилсудский, вождь ППС, польской социалистической партии, ставящей целью обретения Польши независимости. Одновременно с «Союзом» учредили польскую военную казну, секретный фонд для финансирования повстанческого движения. Пилсудский договорился с австрийской разведкой о сотрудничестве. Австрийцы предложили полякам организовать в Галиции и Малой Польше целую сеть «Стрелковых союзов» по образцу тирольских. Это была замаскированная форма военного обучения поляков как ядра их будущей армии. Военное министерство выдало стрелкам оружие, патроны, даже взрывчатку, а еще серьезную сумму денег. Все это крайне интересовало русскую разведку, но ее дела в Австрии трещали по швам. Эвиденс-бюро раскрыло шпионскую сеть, созданную русским военным агентом в Вене полковником Сдановичем. Эвиденс-бюро. Австрийская разведка и контрразведка. Неделю назад, в первых числах марта 1913 года, Сданович был вынужден спешно уехать в Петербург. Оба его нелегальных помощника, Берен и Хашек, с которыми Павел тесно общался, были арестованы контрразведкой. Следом схватили группу Чедомила Яндрича. Этот обер-лейтенант, слушатель военной школы и подающий надежды офицер, был завербован еще предшественником Сдановича, полковником Марченко. Он привлек к секретной службе двух лейтенантов – своего брата Александра и его приятеля Якова, а также отставного полицейского Юлиуса Петрича, железнодорожного служащего Флориана Линдера и фертфебеля Артура и Тукуша. Резидентура успешно работала два года, и ее провал был сильным ударом для Огенквара. Огенквар – отдел генерал-квартирмейстера главного управления генерального штаба, русская военная разведка. Штабс-капитан Лыков-Нефедьев неделю катался по королевству Галиции и Ладомерии. Королевство Галиции и Ладомерии с Великим княжеством Краковским, Малой Польшей и княжествами Освенцем и Затор. Название коронных земель австрийской монархии после раздела Речи Посполитой в 1772 году. Он выдавал себя за офицера, который вышел в запас и теперь ищет место управляющего. На самом деле разведчик инспектировал свою агентуру на правах помощника делопроизводителя австрийского отделения Огенквара. Сам делопроизводитель, полковник Самойла, уже не рисковал посещать империю Габсбургов, где был хорошо известен чинам Эвиденсбюро. Теперь после провала группы Яндрича было бы правильно свернуть инспекцию и спешно драпать на восток. Но штабс-капитану было жалко терять донесения о галицийских поляках. Он надеялся, что до его маршрутника контрразведка не добралась. Кроме того, вчера на проверке подпородчик дал сразу два знака. Он шел мимо арсенала, держа в левой руке папиросу, тем самым сообщая, что донесение передано им по каналу «Монастырь». А на углу агент остановился и почесал затылок, словно размышляя, пойти ему налево или направо. Павел наблюдал за ним из кофейни и сразу насторожился. Помедлив, Яцевич шагнул налево. Это был сигнал о том, что он желает личной встречи с начальством. Следовательно, имеет сказать что-то важное. Такая встреча допускалась в исключительных случаях и была небезопасна, поэтому приходилось принимать самые серьезные меры предосторожности. Павел в тот же день истоптал Лычаковское кладбище и изучил место встречи с агентом. Она должна была состояться возле могилы Антония Езеринского, бывшего полковника польских инсургентов во время восстания 1863 года. Место выбрали удачно. Тихая аллея. Вокруг густо росли высокие старые деревья. Много было и низкого кустарника. Штабс-капитан сначала решил спрятаться в десяти сожжениях от надгробия, под сенью приземистой туи. Если нырнуть туда и затаиться, то разглядеть спрятавшегося невозможно. Но пройдя раз-другой по аллее, разведчик передумал. Наискосок от нужной могилы стояла старая каплица, венчавшая склеп польского рода девятловских гентофт. В нем, судя по надписям, лежало три поколения панов. Крепкое строение, вокруг ухоженные клумбы, вход перегорожен тяжелой дверью с большим висячим замком на цепи. Спрячься в каплице, и тебя никто не увидит, а ты разглядишь любого. Но как туда попасть? Сломать замок можно, но это заметят. Отпереть отмычкой? Была бы она. А если разогнуть звено цепи? Лыков-Нефедьев постоял перед склепом, словно отдавая дань памяти покойным. Быстро осмотрел преграду и принял решение. Возиться с цепью он передумал. Тяжелая дверь за решеченным маленьким окном весила на вид не меньше десяти пудов. Если снять ее с петель, чего никто не ожидает, можно протиснуться внутрь и подвесить железо обратно. Замок на месте. Вид у него запущенный. Давно никто не отпирал. Австриякам и в голову не придет такой фокус, требующий от человека огромной силы и ловкости. Только надо пролезть в каплицу рано утром, за четыре часа до встречи. Если контрразведка оцепит кладбище, то не настолько заранее, а за час-полтора, иначе филеры будут бросаться в глаза. Штабс-капитан так и сделал. Теперь он сидел, укрытый темнотой склепа, и поглядывал на аллею. Убежище ему нравилось, но мартовская сырость так и простыть легко. Павлука вынужден был время от времени подниматься с газеты и делать гимнастику. Когда на кладбище придут люди, уже не попляшешь, и придется греться коньяком из фляги. Ну-ну. Вдруг в конце аллеи появилась темная фигура. «Неужели Яцевич тоже пришел пораньше? Делает рекогносцировку?» «Разумно, но и опасно. Можно примелькаться. Навлечь на себя подозрения служителей. Лычаковское кладбище огромно, затеряться здесь легко, но всему есть мера». Разведчик всмотрелся и отшатнулся внутрь склепа. По аллее шел к каплице капитан Рыбок. В свое время бывший военный агент в Вене Марченко сумел достать списки офицеров Эвиденс-бюро с описанием их внешности. Павлука заучил приметы тех, кто работал против России наизусть. Полковник Николас Вауда де Вало, майор Виктор Джезиски, капитан Джулиус Риттер Мальчевский фон Тарнау. Все владеют русским. Неоднократно посещали империю с секретными заданиями. Юзеф Рыбок, начальник Краковского центра, был лучшим из них. Умный, чистолюбивый, знает четыре языка, бывал в Киеве и Варшаве. По наружности жуир и весельчак, а на самом деле серьезный противник. Это точно был он. Светлые волосы при черных бровях и усах, в духе Лермонтовского Печорина и кривые ноги кавалериста. Лыков-Нефедев сразу понял, что он влип. Кривоногий здесь не случайно. Подпоручик Яцевич тоже провален и ведет за собой хвост. Как же австрияки узнали, что именно состоится встреча? Неужели они читают наши шифры? Хорошо, что меры предосторожности были предприняты заранее. Хотелось надеяться, что топтуны не заметили, как Павел в утренних сумерках махнул через забор со стороны университетского ботанического сада. Место там было безлюдное, густо заросшее грабами, бывший парк Цетнеровка. До каплицы разведчик шел, крадучись, и никого не встретил. Калитку снял мигом, спрятался и вернул железяку на место. Петли, правда, взвизгнули в тишине, но смазывать их он поостерегся. Вдруг заметит. Теперь оставалось стоиться и ждать, в надежде, что его не обнаружат. Черноусый капитан прошелся взад-вперед и вскоре исчез. Но с этого момента аллея уже находилась под наблюдением. Разведчик услышал шаги слева. Крепкий дядя подошел к каплице и тщательно осмотрел замок. Вскоре справа появился второй и начал всматриваться в щели решетки. Укрытый за выступом Павлука унимал пульс. Сердце стучало так, что, казалось, его могли услышать снаружи. Пять лет крепости. Именно столько полагалось шпионам по имперскому закону. И это еще что? Кроация, Словония, а также Босния с герцеговиной имели свои собственные законы. И по ним за шпионаж вешали. Агенты проверили каплицу, заглянули под все окрестные кусты, успокоились и попрятались. Вокруг снова стало тихо. До появления маршрутника оставалось еще больше часа. Но Павел провел его, как на иголках. Холод и сырость донимали штабс-капитана все сильнее. Но о гимнастике думать уже не приходилось. Единственное, что себе позволил, это напрягать и расслаблять мышцы рук и плечевого пояса в статике без движения, по методу циркового борца Ивана Засса. Побоялся он и хлебнуть из фляжки. Вдруг филер стоит за стенкой и услышит шум. Да и пить теперь было опасно. Требовалась ясная голова. В ней билась только одна мысль. Как же они проведали? Засада заняла позиции заранее. Значит, место и время враг знал. Наконец, сквозь прутьи решетки Лыков-Нефедиев увидел агента. Тот явился в переходном пальто бордового цвета и в шляпе, с блестевшей на солнце серебряной лентой. Переходная. Демисезонная. Да, холомидник мысленно обозвал подчиненного Павел любимым ругательством Азвистопола. Догадался же так вырядиться на конспиративную встречу. Теперь он пропал. Австрияки своего не упустят. Арестованного в марте 1913 года во Львове за шпионаж русского подпоручика Яцевича Через три месяца обменяли на обер-лейтенанта австрийской армии Валалоха, попавшегося русской контрразведке. Между тем подпоручик остановился возле нужной могилы и не спеша закурил. При этом папиросу он опять держал в левой руке, а правую сунул в карман. На всякий случай повторял сигнал закладки. Русские старались не передавать секретные бумаги друг другу на встрече, а только показывали, где их потом нужно взять. Если бы Яцевич послал пакет до востребования на центральный почтамт Лемберга, он держал бы Курева в правой руке. И тогда забрать донесения уже нельзя, схватят в момент приема. А так следовало, что бумаги ушли по запасному варианту и есть шанс получить их. Почтовый ящик находился в монастыре Бенедиктинок на Вечевой площади. Уже 10 лет сестры содержали у себя школу для девочек. Учитель этой школы, русин по национальности и католик, работал на русскую разведку. Почту ему передавали тайком во время служб специально нанятые женщины. Они получали за свои услуги хорошую плату и считали, что помогают контрабандистам. Четыре или пять пронырливых теток шли клином, своими телами закрывая от чуждых взоров подругу с пакетом. Филерам было почти невозможно отследить момент передачи почты в тесном пространстве костела. «Шансы есть», — повторил про себя штабс-капитан. «Надо только выбраться отсюда незамеченным, а делать это при свете дня рискованно». И он, дождавшись, когда маршрутник ушел, опять присел на газеты в дальнем углу. Потянулось длительное ожидание. Еще около часа по аллее шныряли филеры, вглядываясь в лица прохожих. Затем они исчезли, что вовсе не означало, что по влуке можно выходить. Ему пришлось ждать темноты и дважды справить малую нужду в склепе. Хотя склеп был католический, православному русскому было очень неловко, да куда денешься. В сумерках, также через ботанический сад, он выбрался в город и укрылся на съемной квартире. Хвоста за ним не было, либо разведчика вели очень опытные наружники. На всякий случай штабс-капитан проверился через коверну пана Володзимежа возле часовни Боимов, где всегда толпились люди, а три выхода помогали скрыться незаметно. Коверня. Кофейня. Квартира находилась у губернаторских валов. Небогатый отставник, ищущий место, не мог позволить себе большие траты, потому приют выбрал скромный. Зато и здесь имелось три выхода. Поспав кое-как несколько часов, Лыков-Нефедьев вышел из дому на рассвете и отправился на рынок. Площадь уже заполнили торговцы. Они раскладывали товары и вяло переговаривались. Учитель из школы Бенедиктинок толкался в зеленом ряду. Заметив разведчика, он зашагал прочь. Да будут благословенны старые города с кривыми улицами, узкими переулками и темными подворотнями. В одной из таких подворотен штабс-капитан рывком догнал связняка, сунул ему банкнот в сто крон, а взамен получил тощий конверт. Ну! Волнуясь, он почти бегом двинулся по давно изученному маршруту вокруг Латинского собора. Там имелись спасительные щели между дровяными сараями, которые выводили знающего человека куда надо. Через час, переводя дух, Павел стоял на пороге своей явочной квартиры близ Песева рынка. Он приготовил ее еще зимой, оплатил на полгода вперед и надеялся отсидеться там в безопасности. С самого приезда во Львов два дня назад Лыков-Нефедев здесь не появлялся. Только попросил письмом хозяина запасти пиво и легкую закуску. Теперь он намеревался отдохнуть, собраться с мыслями и принять решение, как выбираться из ловушки. Было ясно, что контрразведка, не сумев захватить агент-туриста на кладбище, перекроет все выходы из города. Яцевича наверняка уже допрашивают. Этот адрес никто не знает. Найти Павла быстро у австрийцев не получится. Тем плотнее будут заставы. Но сначала он хотел прочитать письмо. Столько опасностей пришлось преодолеть, а заради чего? Павел вскрыл конверт и стал читать донесения, одновременно запоминая его. Итак, о польских делах. Яцевич был всего-навсего курьер, а сведения сообщал резидент в Галиции, которого штабс-капитан лично завербовал в Перемышле год назад. Оген-Квар берег его, как зеницу ока. Еще бы! Агент сидел в крепости на реке Сан, которую, случись война, придется брать штурмом. Пока же резидент проник в канцелярию местного стрелкового союза и узнал много интересного. Он сообщал, что Пилсудский был назначен главным комендантом вновь созданной организации «Союз активной борьбы» — САП и открыл его тайное отделение в Петербурге и Варшаве. А казначеем польской военной казны стал ближайший сотрудник коменданта Анджей Слевинский. Таким образом, пилсудчики теперь полностью контролировали как военные, так и финансовые вопросы повстанческого движения. Казне начала активно помогать полония. Это было общее название всех польских эмигрантских организаций в Америке. Счет пожертвований на освобождение Польши сразу же достиг десятков тысяч крон в месяц.